Всем здравствуйте! Сегодня окончательно подтвердились догадки пользователей о том, что Наталья Фриске водила всех за нос, когда говорила об отце своего ребенка. Но все рано или поздно становится явным. Теперь, когда фанаты Натальи Фриске увидели лицо ее дочери Луны, сомнений в том, кто настоящий отец ее девочки, ни у кого не осталось. Сегодня на личной страничке Александра Попова появились красноречивые фото. Участник группы Турбомода, судя по этим кадрам, провел выходные в загородном доме Натальи Фриске и ее, рожденной в апреле, дочери Луны. Поклонники сразу смекнули, что это не просто дружеский визит, а визит отца к дочери и матери своего ребенка. Слишком уж похоже Луна и Александр, такие белокурые и голубоглазые. Даже форма уж и одинаковая. Тут и никакая генетическая экспертиза не нужна. С первого взгляда понятно, что именно Попов был донором для Натальи Фриске. Внимательные фанаты знают, что некоторое время Наташа Фриске и Саша Попов были очень близки, но потом отписались друг от друга в сетях. Но теперь, судя по всему, случилось долгожданное примирение. Они снова дружат не только в сети, но и в жизни. Ура, счастливая семья воссоединилась. Ну а парикмахер Александр Титов, которого сестра Фриске упорно пыталась выдать за отца своей малышке и которого даже позвала присутствовать на выписке из роддома, наряду с бабушкой новорожденного ребенка Ольгой Владимировной и дедушкой Владимиром Борисовичем, уже давно все позабыли. Именно тогда многие обратили внимание, что принять дочь на руки Титову не дали. А теперь этому обстоятельству нашлось объяснение. Отметим, что сейчас есть некие юридические моменты, которые мешают пока Наталья объявить Попова отцом ребенка. Но судя по той нежности, которую Саша дарит Луне, судя по тому, как они похожи, сомнений нет. Совсем скоро Наталья и Александр могут узаконить свои отношения. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!